Вилами на воде писано. Это выражение означает что-то сиюминутное, исчезающее очень быстро. Но оказывается, законы физики несложно обмануть. На воде можно рисовать. Это древнейшее искусство Эбру. Где точно появилась эта техника, неизвестно. Многие восточные страны приписывают себе ее происхождение. Сейчас турки активно продвигают эту культуру и настаивают на том, что именно в Турции зародилась эта культура. Хотя говорят, что и в Японии когда-то были найдены подобные картины. Будем придерживаться официальной версии, что это все-таки Турция, древнейшие времена. Сначала Эбру на Востоке переносили также и на ткань, тоже своя технология, на какие-то твердые поверхности. То есть это можно варьировать по-разному. Да, сережки, браслеты, кулоны. В России Эбру появилась не так давно и стала активно развиваться. Однако еще не во всех регионах о нем знают. Год назад сотрудники Краеведческого музея Елена Костина и Инна Леонова решили освоить эту технику. Одна из наших сотрудниц побывала в курортном городе, где увидела рисование Эбру. Приехала домой и с горящими глазами стала рассказывать, как это было замечательно, великолепно и здорово, чтобы у нас в музее тоже мы занимались таким искусством. И узнали, что как раз в тот период времени, это было ровно год назад, в Москве проходит обучение от турецких мастеров. Елена и Инна прошли обучение и теперь удивляют всех. Для танца красок на воде, так в Турции называют Эбру, используют состав загуститель с экстрактом гивеи, который изготавливают за 12 часов до работы. Кистью разбрызгивают специальную краску на раствор для фона. Все тонкие детали создают при помощи особых шил. Кистью вы не рисуете, вы рисуете именно шилом, тоненьким, потолще, то есть в размере, зависит от того, что вы хотите именно изобразить. На Востоке тоже Эбру, где рисуют именно кистью, но это должен состав быть, раствор очень-очень густой, и там уже тоже специальные краски, чтобы они не расплывались от кисти. Это не просто нанесение красок, как говорят мастерицы, а целая философия. В основе рисования – круг. Каждая падающая капля обретает эту форму и только потом превращается в нечто иное. А что это будет, зависит только от фантазии. Нельзя изобразить только четкие геометрические фигуры. Вода сама меняет рисунок, и поэтому работы не повторяются. На одну картину уходит не более 15 минут, иначе краски начнут трескаться и тем самым портить изображение. Чтобы рисунок сохранился, его переводят на специальную бумагу. Легкая техника Эбру кажется только на первый взгляд. Как признаются работники музея, если человек до этого профессионально рисованием не занимался, понадобится не один творческий урок. Например, Инни Эбру покорилась с пятого раза. Это не обычный лист бумаги, где просто карандашом рисуется. Правильно подержать кисть, правильно держать шило. Так, чтобы не опускалась краска на дно. То есть это все надо прочувствовать, и когда это уже человек прочувствует, то у него получается, в принципе, свободно и легко. Несмотря на то, что Эбру считается искусством, работники музея говорят, что занимаются исключительно арт-терапией. Его рекомендуют психологи, так как считается, что вода забирает негатив. Мы рисовали с беженцами из Украины, специально их приглашали сюда. И после экскурсии по музею мы сделали им такой подарок. И взрослые дети уже увлеклись этим рисованием так, что действительно было видно счастье в их глазах. И человек раскрывается. Он забывает о своих проблемах. Забывает о том, что находится вокруг. Эбру – духовное средство обучения человека познания своего внутреннего мира. С каждой новой картиной можно узнать о себе что-то новое.